Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В английском чате опубликована следующая информация, и это для вас перевод на русский язык. Во-первых, здесь фигурирует некая встреча, которая якобы прошла в Барселоне с 18 по 20 октября. Опять же, кто является автором данного текста не очень понятно, ну, вроде бы как автор претендует на то, что он присутствовал на этой встрече и непосредственно описывает данные, взятые оттуда. Ну, верите этому или не верить, решайте сами. Итак, официальное сообщение с Барселоны с 18 по 20 октября 2018 года. Следующие пункты были подробно описаны тем, кто присутствовал на встрече. Перед распространением данных новостей будет правильно сферить информацию с директорами, которые присутствовали в Барселоне. То есть утверждается, что в Барселоне были директора компании Questro World или Leonora Swiss, я так понимаю. То есть, по всей видимости, их отдельно приглашали, и они как бы в курсе. Но если, опять же, если эта встреча имела место быть, ну, хотелось бы, наверное, иметь какое-то видео или фото подтверждение, что данная встреча действительно состоялась, потому что, опять-таки, все эти тексты, что там встреча была, то в Гонконге встреча была, теперь в Барселоне, да, то есть это из разряда ОБС. Одна бабка сказала. Итак, победа в Конституционном суде в пользу Агам разморозка 5 миллиардов. Вот. Вот здесь вот интересная, друзья, всплывает, наконец-то, информация, как я часто в своих видео говорил. То есть, да, о том, что были разморожены деньги, разговор идет еще с весны. Но ни Диего, ни кто-то не называл конкретной суммы, которая была разморожена. Вот сейчас всплывает уже, наконец-то, сумма в размере 5 миллиардов. То ли действительно на данной встрече в Барселоне была озвучена конкретная цифра, что на счетах компании Агам было 5 миллиардов долларов. То ли что, ну вот, интересно. Во всяком случае, сейчас уже всплыла какая-то сумма, уже есть какая-то конкретика. Хотя, я думаю, что за прошедшие месяцы цифры в кабинетах инвесторов уже так выросли, что там и 5 миллиардов может не хватить на выплату всем. Возобновление коммуникации со стороны компании 27 сентября 2018 года. Ну, если вы смотрели мои предыдущие видео, мягко говоря, возобновление коммуникации очень странное. То есть, они 27 сентября объявили об отмене мероприятий в Пекине, о котором и не было никаких объявлений. И более того, в объявлении было сказано о возврате денег людям, которые уже купили билеты. То есть, ну, извините, если о каком-то мероприятии и не объявлялось, никто билеты и не покупал. То есть, как-то это странно все. Ну, ладно. Индекс платежеспособности Квестра в Испании 10. Ну, по всей видимости, вот эта опечатка в английском оригинале так и написана. Q. Квестра в Испании 10. То есть, забавно, значит, что компания очень платежеспособная. Да, у нее десятка. Только больше года уже выплат нет. А так она суперплатежеспособная. У Агама есть коды SIC и какие-то DUNS. Ну, я так понимаю, это типа, как в России, например, ИНН. То есть, налоговый номер местный. Сертификаты безопасности обновлены и работают. Да, это большое дело. Сертификаты, которые стоят долларов 30-50 в год для такой компании, это, конечно, большое достижение. Увеличение зарегистрированного капитала до 500 миллионов долларов. Ну, наверное, речь идет про уставной капитал или зарегистрированный. Компании рекомендовано ограничить участие партнеров в международных нерегулируемых чатах. Новости, которые там публикуются, очень часто оказываются ложными и могут причинять серьезный вред. Ха-ха-ха. Так, а что же товарищи в компании свой официальный канал какой-то не создадут и не публикуют там новости? Инвесторы, как говорится, сами создают чаты и начинают публиковать какие-то слухи и сплетни, как раз потому, что нет нормальной коммуникации со стороны компании. То есть, последние месяцы роль официального коммуникатора взял на себя Диего, но сейчас мы с вами знаем, что Диего, как говорится, был десплел. Да, вот как раз о нем здесь и говорится. Диего Мартин не будет CEO. Да, это мы уже заметили. Система Advanced Cash будет заменена новой внутренней кредитной картой. Вот это я не понял, что это за внутренняя кредитная карта. Внутренняя где? Внутренняя для компании или имеется в виду кредитная карта внутри какой-то страны? Но инвесторов-то и партнеров полно из разных стран, поэтому непонятно. И вот здесь ожидаем официального объявления. О, да. Как говорится, если учесть, что за весь последний год они опубликовали только одно объявление 27 сентября, и то непонятно, чего они хотели сказать. Да, так что, наверное, официальные объявления будут еще не скоро. Но они вот здесь пишут. Официальное открытие ожидается в ближайшие недели. И в 2018 году, ребята, будет два вывода. Будет? Будет два вывода. Ожидаем объявления в кабинетах. Смотрите, у нас октябрь подходит к концу. В 2018 году остается, по сути, два месяца. Ноябрь и декабрь. И вот вам и говорят, что в 2018 году, ребята, будет два вывода. Вот вы все про вывод спрашиваете? Когда? Вот вам назвали конкретно, что будет два вывода. То есть, видимо, по одному выводу в месяц. Один вывод в ноябре, другой в декабре. Надо так понимать. В течение шести месяцев будет установлен лимит на вывод средств. То есть, получается, в течение шести месяцев деньги якобы будут выводиться, но с лимитами. Компания осуществляет коммуникации исключительно через бэк-офис. Всю остальную информацию необходимо подвергать сомнению. Новый владелец международной банковской группы Public Bank Berhad. Или Berhad, не знаю. Группа Public Bank Berhad известна своими надежными финансовыми показателями и разумным и последовательным управлением. Благодаря этому группа получает высокие кредитные финансовые рейтинги у местных и зарубежных рейтинговых агентств. Например, Public Bank Berhad получил долгосрочный рейтинг ААА в рейтинговом агентстве Agency Malaysia. Это самый высокий рейтинг, который присваивает агентство. Также группа получила краткосрочный рейтинг P1 со стабильным прогнозом. Standard & Poor's подтвердила долгосрочный рейтинг Public Bank Berhad и краткосрочный рейтинг контрагента ААА2 со стабильным прогнозом. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте Публичного банка A3 и рейтинг краткосрочных депозитов P2 со стабильным прогнозом. Ну, это, в общем, очень мудреная финансовая информация. План действий, представленный новым владельцам. Первое. Реструктуризация фонда и компаний. Замечательно. Чем они, собственно, целый год уже и занимаются реструктуризациями. Второе. Выплата ожидаемых бонусов директорам. А некоторым директорам там уже и по полмиллиона евро, а некоторым по миллиончику положено. Третье. Открытие вывода средств. Четвертое. Новая банковская схема. Пятое. Новое юридическое позиционирование и развитие по всему миру. Шестое. Развитие фонда на новом уровне. План возобновления выплат. 2018 год. Два вывода средств и затем в течение шести месяцев будет вывод раз в месяц. Со следующими ограничениями. Пакеты до 500 тысяч евро могут выводить 2500 евро в месяц. Пакеты от 500 до 1500 до 1500 евро в месяц. Пакеты от 1500 до 2500 миллионов могут выводить 5000 евро в месяц. Пакеты более 2500 миллионов могут выводить 7500 евро в месяц. Думаю, что для инвесторов и партнеров, безусловно, самая приятная новость в том, что два вывода будет уже в этом году, якобы. Поскольку речь идет про два вывода, возможно, речь идет один вывод в ноябре, один вывод в декабре, к примеру. Конкретные даты не озвучиваются. А вот другая информация о встрече, которая якобы имела место быть в Лондоне. Небольшая информация о новом генеральном директоре Кен Шоу Тран. Он не вьетнамец Лин Тран Трон, который является директором квестера 11 уровня. Итак, список присутствующих. Кен Шоу Тран, генеральный директор. Андрей Абакумов, организатор. Кевин Смит, директор финтек. Чон Ям Кян, исполнительный директор Гонконгского банка, я так понимаю, PBHK. Куа Пу Кит, исполнительный директор финтек. И два участника из POCC. Я так понял, это какая-то новая монета. Встреча в Лондоне была успешной. Были достигнуты следующие договоренности. Монета POCC будет основной монетой. Кстати, если читать по-русски эти буквы, это ROS какой-то получается. Ну ладно. Первая транзакция монеты была совершена на 12,7 миллиона долларов. Эту монету можно по-английски mixed with HDD. То есть дословно смешивать с жестким диском. Мне вот это не очень понятно, что это за смешивание. Кто знает, напишите в комментариях. На данный момент курс монеты 0085 USD. Команда Questry видит будущее в этой зеленой монете. Я попробовал поискать эту монету на CoinMarket, но не нашел. Похоже, что монету еще на бирже не вывели. К сожалению, они все еще ждут получения лицензии на финансовую деятельность в Сингапуре, а без лицензии компания не может совершать никаких платежей. Но юридический отдел над этим работает. Руководители Questry рады, что сейчас процесс включили с китайцами и дело постепенно налаживается. Встреча прошла на профессиональном уровне. Это основные результаты, озвученные на встрече. Официальная информация будет опубликована на веб-сайте за одну неделю до старта. Ну вот вам информация. Понимаете, в одном сообщении говорится, что встреча была в Барселоне. В другом сообщении, что в Лондоне. А раньше еще было сообщение, что в Гонконге проходило. То есть, как бы вот опять, думаю, что у всех некоторое недоумение возникает. А что из этого правда? То есть, если бы, допустим, был какой-то официальный хотя бы канал в том же Телеграме, к примеру, и партнеры бы точно знали, что вот это официальный Телеграм-компании и все официальные новости только оттуда. Но нет этого официального канала. И по чатам только гуляют какие-то вот такие новости, объявления. Кто автор этих объявлений? Может быть, какой-нибудь там Вася Пупкин, вьетнамский или китайский, или любой другой, сидит и сочиняет эти новости и вбрасывает по чатам. А они потом расходятся. И все радуются. О, в Лондоне была встреча, в Барселоне была встреча, в Гонконге была встреча. Ну и так далее. Ну, в общем, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok